Во время делового визита в Пинск Михаил Мясникович еще раз обратил внимание на то, что в экономической политике нашей страны главный акцент делается на повышение конкурентноспособности белорусского экспорта, что очень непросто сделать в нынешней ситуации. Особенно это касается убыточных предприятий, в том числе и предприятия кузнечно-литейного машиностроения, чья производственная база, мягко сказать, устарела. У вас предприятие действительно неконкурентноспособное. Основные фонды убогие, старые, и в этом плане производить конкурентноспособные продукты на мировых рынках, заявленные в российском экономическом пространстве, это чрезвычайно сложно. То, что мне докладывал ваш директор, и то, что тут вот тонны этих справок я накопил, значит, по вашему предприятию, прежде чем к вам приехать, говорят о том, что перспектива у вас достаточно туманная. Сегодня кузнедмаш, как и многие предприятия, основанные в Советском Союзе, не соответствуют нынешним идеологическим условиям, и вкупе с устаревшей научно-технической базой становится нерентабельным, а это, в свою очередь, отражается на и так растущей безработице. Рассчитывать только на тяжелое кузнечно-прессовое оборудование, под которое и создавался этот завод, ну, это достаточно проблематично. Даже с учетом того, что предприятие активно работает с теми заводами, которые в свое время оснащались этими станками, ну, осуществляя определенный там ремонт, восстановление соответствующих технологических линий, это хорошо. Но это недостаточно для того, чтобы эффективно загрузить производственные мощности. Направление по выходу из такой ситуации полномочные президенты видят в создании многопрофильности предприятия, продукция которого станет действительно востребованной на внутреннем рынке, а в перспективе и на рынке евразийского экономического пространства. Мы сегодня нарабатываем, уже реально подходим к наработке вопроса о совместном производстве с российскими заводами, ну, прогнотипного производства, так скажем. Теми заводами, которые в свое время входили в систему министерства социального строения Союза СССР. Раньше завод Кузитмаш, конечно, относился к союзному министерству, вот. Поэтому сегодня мы пошли по пути налаживания опять контакта с российскими предприятиями, В поле зрения председателя Совета Республики предприятия легкой промышленности – трикотажная фабрика Полесье. За текущий период 2016 года здесь сформировалось несколько положительных моментов. Некоторые показатели хозяйственной деятельности демонстрируют 3,5, а по некоторым направлениям и более 20% роста, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в целом ситуация на Полесье немногим лучше. Предприятие серьезно закредитовано, и я смотрел внимательно финансовые потоки, они в конце года складываются не лучшим образом. Как отмечает Михаил Мясникович, приходится констатировать и тот факт, что на ряде предприятий, в том числе и нашего региона, непродумана четкая стратегия, последствия вытекающие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...